всем привет друзья добро пожаловать на надей раскрась 100 тем челлендж по раскраскам антистресс для взрослых где все мы раскрашиваем на определенные темы и обычно у нас была одна неделя на раскрашивание ну вот как я уже озвучивал в предыдущем видео я рассматривала продлить наш летний режим по две недели на раскрашивание спрашивала ваше мнение ну и все кто написал мне кто-то в комментариях кто-то в имейлах или не против как бы им все равно 1 или 2 недели или даже очень за именно за две недели потому что больше времени можно больше что-то раскрасить можно брать более сложные иллюстрации ну и как я говорил для меня лично да тоже мне приятно иметь хотя бы одно воскресенье выходным в две недели я довольно долго этим уже занимаюсь да у нас был первый сезон челлендж мы закончили 100 тем это же за исключением каких-то там новогодних каникул или лес я уезжала куда-то в отпуск я брала там три недели до выходные перерыв но в основном я всегда работал в таком режиме каждую неделю видео в итоге у меня оставалось чистыми на раскрашивание пять дней это если не учитывать какие-то дела до всегда что-то или иногда устанешь тоже какой-то день не раскрашиваешь поэтому я не успевала что-то еще делать поэтому для меня тоже в общем-то две недели будет неплохо ну посмотрим да как пойдет надеюсь я не не начну лениться еще больше да и раскрашить одну иллюстрацию в две недели я все-таки надеюсь что буду что-то еще раскрашивать так что вот пока наш челлендж продолжится на постоянной основе раз в две недели еще что хотела сказать наверное многие из вас подустали я помню как мы начинали это челлендж да ну уже больше чем год назад все старались подбирать какие-то более интересные иллюстрации как-то вот видно было какое-то старание сейчас мне кажется вот какое-то количество людей раскрашивает ну просто чтобы раскрасить чисто формально чтобы просто вот что-то послать вот я поучаствовал в челленджи мне кажется даже без никакого удовольствия вот ну и это немного меня огорчает вот потому что ну галереи становятся менее интересными поэтому в связи с этим некоторые дополнения ввожу в правила я хотел ввести их когда мы достигнем 50 тем но так как вот у нас сегодня 46 тема да если мы будем раскрашивать каждые две недели то это затянется еще до 50 пока мы достигнем поэтому чего тянуть да давайте встряхну я вас немного может быть проснетесь и поактивнее начнется да или может быть возьмите перерыв тоже отдохните в общем не не хотелось бы чтобы количество работ присылаем их как-то влияло на качество все-таки у нас раз это раскрашивание два для взрослых поэтому первое давайте вы не будете присылать работы так называемых раскрасках по спирали да они называются вроде как раскраски ну скорее это как это ну вроде как пазлов до какие-то вот вы там раскрашиваете получается какой-то там какая-то картинка но они ведь даже выполняются одним цветом до никакого креатива там нету ней в общем такого плана раскраски и иллюстрации я принимать не буду спиральки плюс есть такие раскраски тоже называется раскраски от точки к точке если вы выполнили вот как вот рисунок от точки к точке и раскрасили его да у меня такие попадались работы присылали тогда ради бога я буду рада принять потому что вы ее раскрасили если просто соединили по точкам ну извините это не раскрашивание да ну и еще одно не буду я принимать работы из детских раскрасок по номерам вот мало то что они детские но они еще и по номерам знаете такие будут типа раскраски василий почкин да я знаю но почему-то очень популярная ну вот посмотрите там такие очень толстые линии там очень толстые цифры написаны иллюстрации очень простые и вот большинство кто раскрашивает в этой раскраске ну даже никаких усилий не прилагать чтобы не знаю как то вот скрыть эти вот линии там или эти цифры чтобы выглядело более красиво ну вот не солидно мне кажется для челленджа по раскраскам для взрослых да вот такие вот иллюстрации не бежать те кто раскрашивал вот в таких раскрасках кому что нравится да конечно ну вот я все-таки хочу чтобы у нас наши видео продолжали быть более качественными да вот как мы начинали более интересные картинки тем более сейчас будет по две недели до нет какого-то отговорки что типа и времени мне не хватает вот быстренько вот это вот раскрашенную две недели одну иллюстрацию можно какую-то найти более интересную да вот вроде бы все никаких спиралек . под от точки к точке и вот таких вот детских по номерам я не против детских раскрасок есть очень милые да вот не знаю начинается лесопад она вроде как бы детская но она очень прикольная да и там можно красиво раскрасить тоже вот ну такие вот совсем не знаю для 3 4 4 летних детей давайте не будем ну вот вроде все сказал что хотела теперь перейдем к итогам до 46 тем у нас ежик эта тема была в первом сезоне и в первом сезоне у нас был восемьдесят девять работ по этой теме а сегодня у нас 93 ну в принципе число мало изменилось примерно такое же количество рекордсмен по южкам у нас мария тролли я помню прошлый раз по мы тоже было очень много ежиков и и раскрасках а есть у нас фабиан атаназия классные тоже ежики лулу маю милота до мили марота мариола будокий с 1 картинка такой милый ежик тоже моргану брайн с его мышонком до неожиданно а конечно же круг жизни ну и разбавиться эту мило то всех этих милых некоторых фантастических некоторых реалистичных ежиков у нас есть иллюстрация от камилы деррика cute and creepy да немного такие криповые ежики ну вот мне кажется довольно мило симпатично получилось галерея так теперь давайте покажу что я раскрасила наверное вы уже устали от томислава томича и вот этой раскраски велен сан потому что 3 подряд иллюстрация я раскрашиваю в этой раскраски ну вот все таки я свой такой мини челлендж выполнила потому что я хотела продвинуть эту раскраску вот ну и очередная картинка на этот раз ежика вот-вот помните этот лебедь да это по теме лягушка у нас было вот и ну и вот тут я решила этого ежа и сделать как бы разворот закончить и поэтому цвета я выбрала похожие они не одинаковые похожие ну возможно на камеру выглядит и довольно одинаково все но все-таки немного другие оттенки ну и вот такой ежик немного сказочный не совсем типичные расцветки вот посмотрите на его колючка они такие вот голубоватые синеватые и отливают как бы розовым вот ну тоже ночью решила сделать такие вот фантастические грибочки ну вот все такое волшебное как всегда у томича очень много деталей устаешь вот все эти листики потом эти гномики вот и вот флаги вот эти все тут на продумать какой цвет выбрать да в общем я довольна результатом здесь у меня тоже полихромосы фон light fast вот я думаю может быть мне здесь чуть-чуть докрасить потому что это не было более темным чем здесь да здесь я раскрашивала беларусь у меня не было выбора карандашей не совсем такой темная получилось вот а здесь вот как раз такое белая гелевая ручка что еще и немножко индийских брустера новые карандаши не появились пастельные оттенки очень красивый ну вот здесь где светлые цвета это я их использовала возможно сниму видео покажу вот новые раскраски и вот материалов меня немного ну вот эти карандаши появились то ну вот такой была моя работа таким был на южик тамислав томич продвинулся на целых три иллюстрации за лето я рада ну что же теперь давайте посмотрим на все присланные работы на всю эту милоту всех этих ёжиков поехали лето мы Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, друзья, вот такая получилась наша вторая галерея по теме ежики. Всем спасибо, кто присоединился. Ну а теперь перейдем к выбору новой темы. Наконец-то! Давно не брала свою коробочку. Я тогда все записывала предварительно, заранее. Ну и вот, наконец, пришло время, когда я тоже не знаю, какая же тема выпадет. Вот, ну и давайте узнаем вместе. Ну что же, не совсем милашная тема, да? Немножко хэллоуинская паутина. Мы в первом сезоне раскрашивали пауков. Я знаю, многие не любят, и у них какая-то фобия с пауками. Вот, ну а на этот раз будем раскрашивать паутины. И не всегда паутины на иллюстрациях, в общем-то, подразумевают пауков. Есть вот и просто паутины. Ну и плюс паутину можно дорисовать довольно легко, да? Где вот она подойдет, если вдруг у кого-то не будет. Кстати, вот еще один момент, да? Вот я знаю, кто-то скажет, вот у меня нет, не было иллюстрации подходящей, хорошей, поэтому я раскрасывала вот в такой вот простой. Ну вот всегда ведь можно дорисовать, особенно такие вот какие-то простые элементы. Вот паутина, ежик тоже самое, его можно дорисовать, да? Вот многие мне помаду дорисовывали, когда была тема помада. Все-таки это какой-то креатив, да? Вот вы включаете воображение, что-то там вот, не просто как автомат. Вот, ну, не знаю, кроме как Кербера Занаса, пока ничего я не припоминаю, но думаю, можно найти какие-то вот интересные картинки. Пойду искать и увидимся через секунду. Ну что, друзья, что же у нас получилось по паутине? Я вообще пыталась найти иллюстрации именно с паутиной без пауков. Знаете, вот мне представлялась вот осень, у меня ассоциация, да, какие-то паутинки летают в воздухе или какой-то заброшенный замок, подземелье с паутинами, вот что-то такое. Ну вот конкретно такого у меня не нашлось. Вот, я все равно не брала такие иллюстрации, совсем уж хэллоуинские, да, попыталась что-то найти другое. Какая-то часть у меня с пауками, но все же наш удалось найти и без пауков паутинки. Давайте покажу. Выбор у меня довольно большой получился. Круг жизни, это первое, что пришло на ум, да, после Керби. Кстати, Керби я даже себе не откладывала. У меня вот эта вот иллюстрация раскрашена, как это, вот эта, которая паутину плетет. Ой, забыла название, ну ладно. Вот. Поэтому Керби я другие раскраски его не просматривала. Вот, хотел что-то другое. Ну вот, круг жизни, ну это известная, да, картинка тут, правда, такие вот. Ну, как по мне, не сильно страшные, ну, мохнатенькие такие, паучки. Вот. У кого-то они ужас вызывают, у кого-то умиление, как ни странно. Ну, вот такая картинка. И тут они с паутиной, конечно же. А дальше, вот такая раскраска феи от Энкранхаймер. Здесь вот такая есть. Можно разворотом, можно по отдельности, да, паутина. Ну, тут пауки ес, они тут не сильно то страшненькие, да, такие. Ничего, симпатичные. Ноктюрные от Анастасии Колдаревой. Ну, здесь опять у нас мохнатенький паук есть. Ну, и паутина вот здесь присутствует, как ее такая татуировка, да, макияж. Ну, и здесь вот тоже у нас есть паутина, так что вполне себе подходит. Gods and Beast, Адам Фишер. Ну, здесь японская мифология. Вот это известный персонаж, он и у Керби есть, да. Ну, единственное, проверяйте, чтобы паутина тоже была, не только вот сама эта женщина, ну, и паутина тоже. Ну, в крайнем случае, ее можно, да, где-то подрисовать. Дальше. Джанна Бесфорд. Я проверила Айви. В Айви я ничего вроде не заметила, но вот Enchanted Forest здесь нашла. Опять же, можно разворотом, можно отдельно. Ну, вот здесь вот мы видим, да, вот она паутина, и вроде как даже паука нигде не наблюдается. Да. Вот смотрю, не вижу, да. Так что вот такой вариант есть. Даже очень интересная паутина вот в Гугеле. В Гугеле. Уж не знаю, как правильно. Вот такая разворотом картинка. Ну, как всегда, у этого автора такое вот что-то магическое, непонятное, да. Ну, здесь, кстати, и паук тоже присутствует. Ну, и вот такая вот паутина. То ли бусин, то ли росинки, то ли жемчужины, да. Можно по-разному интерпретировать. Тут девушка у нас с украшениями, так что вполне возможно это и жемчужины. Ну, в общем, интересно, необычная иллюстрация. Вот раскрасывается на такую вот тему, да. нетипичная. У Ханны Карлсон проверил я сезон, и там вроде бы тоже не заметила паутину. Паук был без паутины. Кстати, тоже можно подрисовать ему. А вот волшебные шкатулки. А вот, пожалуйста, есть. И тоже без паука. Паутина, цветы, в принципе, довольно легкая иллюстрация представляется мне. Так, ну и напоследок Кристин Кэрон. Вот есть у меня Феррис, третья часть. Здесь вот такая картинка есть. Вот у нас здесь паутина. Так, паука тоже не вижу вроде бы, но паутина есть. Вот лесная такая какая-то фея. Да, спящая фея называется. И White Flower Fall. Кстати, эта иллюстрация есть и в этой раскраске тоже. Ну, здесь вот бумага получше. Вот она. И здесь она как-то покрупнее выглядит. Так, вот она паутина. Вот. Паук здесь чисто такой символический. Вот он. Так что можно найти, да, что-то и поинтереснее, что-то нетипичное. Ну, опять же, если у кого-то нет какой-то паутины, но есть подходящая по сюжету и иллюстрация, можно запросто дорисовать и будет интересно. Ну, вот такая тема у нас на следующие две недели. И на сегодня все тогда. До следующего раза. Пока.